Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Что ищут полицейские? По месту работы и жительства нынешнего руководителя филиала Россетей прошли обыски. Год не вся жизнь, но запомнится навсегда. 4 тысячи дагестанцев пополнят ряды российской армии. 24 наезда на пешеходов и это только за марк. Такова статистика дорожно-транспортных происшествий ГИБДД. Надоели одну тонну, а молочные продукции произвели на четыре. Россельхознадзор Дагестана выявил факт выпуска в оборот несертифицированного товара. В компании Дагенерго сегодня прошли обыски. По сообщениям ряда источников, оперативные мероприятия проводили сотрудники главного управления МВД России по СКФО. Сообщается, что проверки прошли по месту работы и жительства нынешнего руководителя филиала Россетей Хабиба Мухумаева и еще нескольких чиновников энергосистемы. При этом самой прислужбе Дагенерго отметили, что обыски не связаны с нынешней деятельностью руководителя организации. 24 наезда на пешеходов зарегистрировано в Дагестане и это только за март. Большинство таких ДТП, как сообщают ГИБДД, происходили по вине водителей. Основными причинами совершения автонаездов стали несоблюдение скоростного режима, требования дорожных знаков и нарушения правил проезда пешеходных переходов. В целях предупреждения и недопущения такого рода дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция проводит целевое профилактическое мероприятие «Осторожно, пешеход». Как минимум 2,5 тысячи дагестанцев, которые находятся на спецоперации, получили государственные награды за отличие в службе. Об этом на пресс-конференции, посвященной весеннему призыву сообщил военный комиссар республики Дейдмек Кустафаев. Во время своего выступления он подчеркнул, что новобранцев не будут привлекать к боевым действиям и отправлять в новые российские территории, в частности ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. При этом будущие солдаты с 18 лет вправе поступить на военную службу по контракту и получить все денежные выплаты и льготы. Всего же в ближайшее время ряды российской армии пополнят примерно 4 тысячи дагестанцев. Отправлять дагестанцев в военные части начнут с 15 апреля. Их срок службы составит один год. Как подчеркнул Дейдмек Кустафаев, в последние несколько лет наши солдаты получают все больше положительных отзывов. Он настоятельно рекомендовал призывникам не прятаться от военкомата, потому что, цитата, рано или поздно их все равно найдут. К слову, в республике на сегодняшний день насчитывается примерно 5 тысяч уклонистов. В отношении некоторых из них в прошлом году следственные органы для возбуждения уголовного дела было направлено 40 материалов. Что касается особенностей весеннего призыва 2024 года. С 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. Что касается вопроса о призыве на военную службу граждан, достигших 27-летнего возраста, все призывники, состоящие на воинском учете и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке военными комиссариатами, сняты с воинского учета призывников и переданы в запас. При этом граждане Российской Федерации, достигающие 27-летнего возраста в 2024 году, получили возможность и обязаны будут исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества. Ситуация с мусором в Махачкале будет налажена до 4 апреля. Об этом сообщает российский экологический оператор. Специалисты федерального центра выехали в республику, чтобы оценить качество предоставления коммунальной услуги и проследить за нормализацией работы. Отметим, вывозом твердых коммунальных отходов из столицы занимается МБУ «Махачкала-1». Как мы сообщали ранее, проблемы с вывозом мусора появились после задержания мигрантов, а также в связи с техническими сложностями. В столице избавляются от незаконной рекламы. Работа началась в соответствии с поручением руководства республики и города. Мероприятие проходит под центральным улицам Махачкалы. Всем предпринимателям, у которых выявлено нарушение, выданы предписания в 30-дневный срок самостоятельно очистить фасады зданий от нелегальных вывесок. В противном случае предусмотрены санкции. Если владелец неизвестен, конструкция будет демонтирована и утилизирована. Работниками управления торговли предпринимательства и рекламы на постоянной основе проводится мониторинг на предмет выявления незаконно установленных рекламных конструкций. На сегодняшний день такая работа проводится. На улице Крылова и Усарбекова были выявлены ряд рекламных конструкций, не соответствующих правилам установки рекламных и информационных конструкций. Предпринимателям выдано предписание о необходимости устранения данных нарушений. Одна тонна превратилась в четыре. Россельхознадзор Дагестана выявил факт выпуска в оборот несертифицированного товара в ходе анализа данных системы Меркурий. Объем выработанной молочной продукции оказался нелогично высок по отношению к использованному при ее производстве сырью. Следовательно, можно поставить под сомнение ее качество. В пищу людям мог поступить товар неизвестного происхождения. Уполномоченному лицу ООО «Кавказ» приостановлен доступ в систему сроком на пять месяцев. Всего с начала года Россельхознадзор выявил 90 нарушений в базе Меркурий. В Махачкале организовали семейный ифтар для имамов. Таким образом, председатель Совета имамов Махачкалы Абдулла Ахалов отметил добросовестную работу своих подчиненных, пригласив на вечерние разговения богословов вместе с супругами и детьми. На мероприятие звучали нашиды, читали проповеди. В ходе дикторины присутствующим кручили ценные призы. Однажды на собрании, когда было несколько человек, он спросил у каждого из нас, когда последний раз вы дарили своим женам цветы? Конечно же, ответы были разные. Время было 9 часов ночи. И он сказал нам, не езжайте домой, будучи не взяв своим супругам, своим женам цветы. Конечно же, мы это поручение выполнили. На что мы намерение сделаем, что мы Аллаху покажем своими сердцами, вот то Аллах и будет создавать. А тот человек, который сердцем покажет именно Всевышнему Аллаху. Моё желание какое? Вот как ты меня на правильный путь наставил, чтобы другие тоже на правильный путь стали. Вот с таким намерением, кто будет жить, ему уже больше напрягаться не придётся. У него будет куча свободного времени и на отдых, и на всё другое. Он не будет жить печальной жизнью. Он будет спокойно, и на семью время у него будет, и на всё другое, и работа у него будет перед идти. Это самый такой лёгкий путь. Другого пути и не существует. Сколько бы мы работы не сделали, если у нас нет такого намерения, результата никакого не будет. В Дагестане дан старт республиканскому этапу школьной футбольной лиги. В матчах 1-32 финала участвовало 512 команд из всех городов и районов региона. Это более 9 тысяч детей. В этом году на поле выходят представители со 2 по 9 классы. Следующий этап состоится 6 апреля, а все последующие за ним игры будут проходить на базе столичной спортшколы Миноборнауки, известной в народе как Маркаровская. Финальные матчи состоятся в мае.